утиная грудка по 750 и 180 это цены и это же баранье баррель 800 рублей привет с вами викон 100 сегодня мы отправляемся на ялтинский центральный рынок время почти 8 часов встал я сегодня около 6 утра хотел пойти пораньше на рынок подумая в 6 это сильно рано ну а так на рынок нужно приходить чем раньше тем лучше сейчас мы передвигаемся по улице руданского видите здесь слева и с правой стороны начали строить такие большие коттеджные городки так назовем именно большие отели в скором будущем здесь будет размещать огромное количество туристов видите вы купили все площади и вот такие большие высотки ставят раньше были такие вот только дома соответственно и вид на горы был немного поприятнее чем сейчас что могу сказать еще о чистоте то вот сколько времени я здесь был я особого мусора не видел видел еще то что постоянно дворники убирают и есть маленькие такие машинки которые подметают вдоль бордюры вдоль тротуаров ну в принципе вы сами все прекрасно видите город чистый это немаловажно тем более количество отдыхающих здесь очень много дороги в ялте хорошие что автомобильные что пешеходные в общем и для автомобилей и для людей сделали нормальные комфортные условия для передвижения дороги также играют немаловажную роль в передвижении по улицам поэтому за это большой лайк теперь еще о рынках рынков в ялте много но мы идем на центральный и не забывайте что самые центральные рынки в любом городе они самые дорогие поэтому не забывайте написать и сравнить цены на ваших рынках самый дорогой и самый дешевый но мы пройдемся узнаем цены что почем какой ассортимент товаров но и в конце вы сами сделаете выводы дорого дешево конечно вы напишите что дорого но как вы хотели курорт дошли мы до рынка как видите людей еще не сильно много ну кто-то ходит кто-то бродит значит и мы сейчас пойдем узнаем что почем так это вход в павильоны сейчас глянем на свинину курицу сыр овощи фрукты но овощи фрукты на улице в основном цена на сыр от 600 до бесконечности творог по 135 то есть цены разные колбасы сосиски молочные павильоны видите на курорте рынок чуть чуть поздний мне кажется обычно курица домашняя по 300 рублей утиная грудка по 750 яйцо по 150 а так цены смотрю интересуюсь но куриное филе 349 здесь у нас укладка здравствуйте задок по 500 550 шея свиная 300 380 а это цены это шея баранье а свиная почем можно 350 есть 450 все аккуратно так выкладываете а понедельник рынок не сильно да я смотрю работает всегда всегда почему-то это так всегда здесь а это у вас кто висит до садов пара не задал до ягненок а вообще баран килограмм 35 40 до 10 до 15 молодые ставите все ягнята все молочные да у вас наверно укладка одна из лучших я принципе тут немного упрошелся но так все аккуратно делайте с душой с любовью так а это на говядину и свинину цена там чисто у вас баранина мякоть спасибо удачной вам торговли эти здесь мясо ну принципе я думаю по рынку особо гулять не стоит цены приблизительно одни и те же давайте сейчас зайдем глянем в рыбный цех деленгаз по 350 с азовского моря и фаль по 380 баррель 800 рублей там еще дальше ряды здесь барабуля по 150 это кстати можно давать эту хорошо кушают и и камбала калкан 1300 рублей кому интересно замороженные мидии 460 и креветка по 500 так но основные цены на продукты вы уже увидели сейчас нужно еще пройтись на овощной отдел посмотрим что там и икра лососевая по 3 200 за баночку 500 грамм семга 1400 охлажденная в закрытом павильоне продают мясо здесь овощи фрукты чересня по 220 огурцы по полтиннику картошка молодая по полтиннику и кабачки тоже по 50 баклажаны по 100 товарищ блогер помидоры здравствуйте блогер добрый вечер доброе утро ну конечно торговля идет и еще пока рано это хорошо гранаты сок свежий из гранатов то есть есть все что хотите посмотрите на некоторые товары цен нет поэтому ну ничего тут особо не рассмотришь и не скажешь так что если увидите что-то то можете просто на паузу нажать и все пожалуйста а почем клубника это краснодарская это крымская крымская настоящая так хожу интересуюсь спасибо конечно ассортимент богатый ну и цены конечно соответственно никто не говорил что пока не забывайте все таки самый дорогой рынок на курорке да ну в принципе мы так быстренько пробежались что посмотрели то посмотрели ну а что там задерживаться так что касается хлеба 32 37 и бородинский по 42 рубля а обычные по 35 вот в принципе вот такой рынок центральный в ялте опять таки время ранее утро поэтому людей было не сильно много но мы на основные продукты питания цены узнали все посмотрели в принципе бегло пробежались но особо тут что покажешь что расскажешь а так еще вдоль самой дороги есть стихийный базар я так называю обычно возле дороги продают здесь может цены плюс-минус такие же самые идем в столовую посмотрим что там продают какой ассортимент выбор ну и конечно же цены красиво никого нет все закрыто ялта спит а вот и цены ну на паузу потом поставите кому интересно чтоб я не перечислял этот прайс лист сейчас пойдем что-то перекусим это. какой один Спасибо. Спасибо. Это у нас только картошка и салат одновременно на миксы. Если это все, то 514 рублей. Скупился немножко покушать. Вышло у меня все на 513 рублей. Сейчас будем это все дегустировать. Суп у нас грибной с шампиньонами и лапша. Чувствуется запах специй. Столовых в Ялке очень много, но я здесь зашел недалеко от дома. Приятного аппетита всем! Морковка, лук порезанный. Ну и вода. Бульон хороший, насыщенный получился. Здесь самообслуживание. То есть, что хотите, то и выбирайте. Также взял еще салат себе. И люля-кебаб. Я люблю побольше мяса, поэтому у меня цена вышла 513 рублей. Ну, в среднем, если не брать самые дорогие блюда, мясные, то, я думаю, бюджетно можно вложиться. 350-400, это вот так, с головой наедитесь. Картошка молодая, с укропом. Многие готовят на отдыхе, но я предпочитаю просто прийти в столовую и покушать. Тем более, здесь все аккуратно, чисто. Ну, приятные кассиры, продавцы. И что заметно было, работает одна молодежь. Посуда здесь одноразовая. В связи с ограничениями, то каждый себе накладывает все, что захочет. Ну, с одной стороны, это хорошо. Не нужно будет после кого-то перемывать. Просто взяли посуду эту и выбросили. Я питался в разных столовках. Ну, я не могу сказать, что в каких-то столовках мне было невкусно. В столовой умеют готовить. Там повара, которые не одну десятку, даже сотню, той тысячу кастрюль борща сварили. А они знают, как ни из чего сделать очень вкусно. Опыт и тренировка. Супчик мы покушали. Теперь вот такой люля. Сразу чувствуется перец. Приправы какие-то прованские. Мясо сочное. Была бы металлическая вилка, я бы вам показал. А так пластиковая может лопнуть. Видите, с него уж сок бежит. Вкусно. И салат. Грецкие орехи. Мясо. Майонез. Или сметана. Ананас здесь тоже присутствует. Хотел сесть внутри. Но так, как там музыка, к сожалению, не могу. Из-за вас. Опять-таки, я выбираю блюдо с максимальным количеством мяса. Если кто-то любит чисто овощи, там, фрукты, то в основном мясо дорого стоит. Пока вы смотрите, как я ем, напишите в комментариях, какие у вас цены в столовой. Дорого или дешево? Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться. Подписываться на канал, ставить лайки. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока.